Губернатор Приморского края Олег Кожемяков в торжественной обстановке вручил ключи от новых комфортных школьных автобусов представителям муниципалитетов края. Торжественная церемония развернулась на парковке перед зданием правительства. Сегодня мы получили очередную партию школьных автобусов. Это президентский подарок. Минпромтор представил по поручению президента нам эти автобусы, которые будут возить наших вскольников из отдаленных населенных пунктов. Автобусы оборудованы всем необходимым средствами безопасности, системами ГЛОНАССА, тахометрами. Они исполнены в некотором северном варианте, что само по себе будет комфортно для детей, проживающих в северных районах Крайном и Крайном Севере. Всего глава региона вручил ключи от 55 новых и современных школьных автобусов. Он также отметил, что развитию системы образования Приморского края уделяется самое пристальное внимание. Программа с каждым годом расширяется, обновляется техника. Мы строим новые школы. Сегодня в крае идет строительство пяти школ. Более тысячи мест мы открыли за это время. В дальнейшем еще порядка пяти с половиной тысяч будет открыто место новых школ. Я знаю, что есть потребности по районам по строительству уже новых школ за место тех, которые, скажем так, вышли уже из состояния надлежащего. Поэтому будем заниматься этими программами на различных условиях, честного государства, конституционного, прямых договоров с тем, чтобы наши дети получали качественное образование. Транспорт для подвоза школьников к месту учебы получили не только общеобразовательные учреждения края, но и коррекционные школы-интернаты в Арсеньеве, Владивостоке, Дальнегорске и поселке Николаевка. С получением новых автобусов представителей муниципалитетов поздравила также заместитель председателя правительства, министр образования Приморья Эльвира Шамонова. Она напомнила, что Край ежегодно участвует в программе обновления школьного автотранспорта. Отметим развитие материально-технической базы учебных учреждений – одна из задач национального проекта образования. Олег Завьялов, Анастасия Политаева, Новости на Восьмом.